24 мая. У нас опять похолодало. Всего плюс 10 за окном. Бедные мои цветочки на окошке холодные. Я их периодически убираю с окошка, чтобы они там не замерзали. Вот у меня распускаются такие цветочки. Этот пересадить нужно. Вот розочка. Так давно она уже набухает. Ну, герань вот такая роза. Вот она прям еле-еле распускается. На работе тоже такая, ух, как открылась. Ладно, подождем. Опять тепла. Как на улице-то прямо. Солнышко светит, но не греет сегодня. Холодненько. Перепады. Каждые два дня. То 20, то 10. А ночами вообще 2, 3, 5. Когда же лето-то придет у нас? Наверное, в июне. 25 мая. Сегодня вроде бы обещали тепло и солнышко. Ну, пока хмурые тучки ходят. Так, я в сад иду. Тут уже петушки встречают. Уже почти дошла. Я купила вот эту вот брызгалку поливать. Ну, когда уже калину побрила наголо, тогда уже купила. Ну, не шла она еще, задержалась немножко. Буду испытывать, брызгать от вредителей. Такой хороший баллончик. Петух какой красавец заливается. У нас тут в садах, как в своих домах живут. Собачки, курочки, петушки. А птицы-то сегодня как вон чирикуют. Ну, ладно, хотя бы ветра сильного нет. Сегодня водичка должна быть поливная. Польем растишки, деревья, сливы, абрикосы. Может, отойдут? Ну, нет, не цвели они в этом году. О, еще красавец петушок. Иду, иду. Вишня отцвела. Завязывается. Хоть вишня, наверное, в этом году будет. С яблоками, раз абрикосни. Хвоста проснулась моя. Очень долго она в этом году спала. Не хотела выходить. Холодно, видать, тоже ей было. Так, ну, лилии, которые пересаживала, вроде бы тоже стоят, вернее, взошли. Стоят, держатся. Так, пойти чайку домой попить. Лилии. Вроде, не совсем прибило морозов. Нижний только. Остальное, вроде бы, живое. Все пасмурно, но тихо. И хотя бы теплее, чем вчера. Вчера только 10-9 показывала. Сегодня хотя бы уже 15, но обещали 20. Под дождем. Тюль, что ли, повешать на веранду, чтобы веселее смотрелось. А то как-то по-осеннему. Так, ладно. Верандой потом займемся. Сейчас чем-нибудь другим надо заняться. А, да, я шла, я шла пить чаек. Чай с лимоном, конечно, хорошо. А у нас солнышко проснулось. И прям температура до 20 градусов, как и обещали. Ну вот, сейчас все, что поливалось, сейчас все высохнет к вечеру. Так, надо вот эти вот клумбы надо как-то в порядок привести. Или... А, нет, я хотела сейчас развести, побрызгать. А потом клумбами займусь. Ой, птички, красота. Сороки, правда. Это очень хороший. Это вещь прям хорошо распыляет каждое... Это я на зоне такую штучку купила. За 810 рублей. Надеюсь, на сезон хватит побрызгать. Побрызгать от вредителей. Хорошая вещица-то. Мне прям нравится уже брызгать. Все смородину обработала. Теперь уже вот до слива, до обрекоса бралась. И самое главное, что вот она до верха прям достает, сколько нужно мне. Ну и остальные стволы все пропитывает. Может быть, хоть что-то поможет. От тли. До половины листиков закрутилось от мороза. Видать? Очень много прибило и цвета. Ой, ой. Что это? Сейчас. Сейчас я тебя поправлю. Тихо. Тихо. Не хулиганить. Субтитры создавал DimaTorzok Испытание триммера после зимы прошло успешно. Немножко там травки покосило. Сейчас попробуем на подзаборном участке немножко побрить. А то там уже растет и растет трава. Потом уже только с косой в наклонку. Это хоть чуть-чуть, ну, повеселее будет облегчить труд немножко. А то с косой, помню, осенью очень долго все это выдергивало, когда совсем большая была. Сейчас поменьше попробую покосить. Травка-то как вкусно, свежескошенный пахнет. Такой прям запах. А то здесь вот много стояло здесь на тропинке. Пускай пока хотя бы валяется, чтобы подуванчики выше крыши не цвели. А остальное там надо все, конечно, полоть. Таскать вот здесь между деревьями. А вот здесь вот на подзаборном участке. Сейчас я вот сюда шланг протяну. Вот, ну, вот, вот, провод. Провод вот. У меня как раз сюда сеточка вот сюда войдет. И вон там сколько ковыль. Вот если бы вон все колеса зарастают. Так, ну ладно, надо будет что-нибудь, какой-нибудь участочек попробовать. А то вон туда, вон там все покажу. Вон сколько. Да. После дождей, конечно, тут. Ой, в саду-то участок не успевается обрабатывать. А на подзаборном участке тем более. Так, водичка была хорошая, напор хороший. Все. Мама уже все полила. Я там остатки поливала. И то начала снимать и криво вертормашками сняла, как этому вишню поливала. Ладно, все. Пойдем попробуем покосить. Вот такая красота получается. Середку почти всю вот побрила прям до дороги. Колесики оттуда дальше. Вот туда вот чуть-чуть вот мне до конца не хватает. И вон туда не хватает до столба. Вот притащила другой еще провод, удлинитель дополнительный. А похоже, у меня не хватит лески. У меня осталось только вот один кусочек. А вторая, наверное, вылетела. Просто я пока чистила тут и смотрю, а лески-то нет. Ой, жалко, конечно, если не получится докосить. Осталось-то совсем немножко. А здесь-то вон как побритый хорошо. Пахнет травкой. Свеженькой. Красота. Ладно. Будем дальше, значит, тяпать. Зато остильба моя отходит вроде бы. Ну, отходит я вот ста, которые замерзли. Это все вот я пообломала, убрала. Ну, новеньких веточек даст. Все, ладно. Продолжаю. Слава тебе, лапти. К вечеру я управилась с этим участком. Ну, кроме того, вон тот до забора, не знаю, хватит. Этой лесочке мне маленькой хватило. Вот от середины. И вот это вот это все обработать. Может быть, еще там хватит. Ну, темно. И как-то у меня аж руки дрожат от этой дребезжалки. А здесь вот все до столба почти. Почти. Вернее, все здесь я побрила, покосила. Теперь еще. Потому что руки отдохнут когда-нибудь. Две смены еще в ночь от работы. Потом и там надо косить, и там. И тот, наверное, участок я буду потом докашивать. И страшно. Вдруг там опять по колену вырастет. Ладно, сейчас попью водички. Попробую либо покосить. А либо уже домой отправиться. Все. Как всегда, поживем, увидим. Очень хочется пить. И руки трясутся прям. Ужас. Вот это такой участок отгрохало. Красота. Деньюк 25 мая получился удачный. Я все-таки докосила всю эту территорию. К вечеру управилась. Вот. И еще. Ой. Побелила все колесики. Краски. Пока. Жалко. На что-нибудь другое оставила. Вот на заборчик там. На столбик. А здесь пока просто. И звездкой прошлась от вредителей. Ну все. Вот оно высохнет. Будет такое. Беленькое. А потом краска останется. Краска сделала. Все. Самое главное. Все. Добила я этот участок. Фу. Даже не верится. Все. Теперь пускай растишки растут. Цветут. Цвести больно конечно тут нечему. Только по-моему ирисы. Если вот будут. Да. Точно. Вот. Вижу. Вот. Ириска будет. Ну остальное все еще маленькое. Молоденькое. Вот эти к осени будут. А эти. Что будет. То будет. Все. Хороший денечек закончился. Пора теперь собираться. И спокойно идти домой. Вот тихо. Знаете как тихо. Ветра нет. Такая теплень к вечеру. Так хорошо. В домике что ли остаться ночевать. Нет. Ну не останусь. Я пока собираюсь. Я хочу посмотреть как у меня фонарики там. Которые я принесла. Будут загораться или нет. Ладно. Все. Пошла я собираться. Закат сегодня хороший. Наверное завтра тоже опять будет тепло. Наверное все таки лето посетит. Южный Урал. Так как колеса какие-то кривые. Как турецкая сабля. Ну что там дети. Дети. Вы зачем там кричите так. Вы кого потеряли. Так я о чем? О колесах. Нет. А вот так вроде бы ровно. Вот. Вот отсюда ровно. Оттуда криво. Пойдет. Не на выставку же. Мальчик перестань кричать. Иди домой. Тележка к дому готова. Все. Фонарики зажглись. Эти-то большие так хорошо горят. А маленькие прям. Хорошо нравится. Надо было. Можно еще такие. Выписать. Пускай будут. Вот они. Это сейчас еще не темно. А они вот уже. Горят. Вот как. Как хорошо-то. Вроде бы все. Один только какой-то. Сломался. Наверное. Упал. Или я не знаю что. Остальные прям. Замечательно выглядят. Все. По крайней мере. Ночью. Если ночевать тут. В ягодную комнату-то. Бегать. Как раз. Подсветка. Есть. Ну все. На этом 25 мая закончилась. Все. Ну такой. Красиво все. Все. До свидания. Пока-пока. Май еще продолжается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok